Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодняшнее видео для всех любителей уборки. Что может быть лучше в выходной день, как интенсивная уборка, которая приносит хорошие результаты. Сегодня каждый наш ребенок получил пачупа-чупсу, отправился смотреть к своей большой радости какой-нибудь интересный мультик. Они уже сами выбрали, сами решили. А мы с мужем решили, в общем-то, прибрать террасу, открыть их после долгой зимы. И работа эта достаточно кропотливая. На самом деле, я сама очень люблю орудовать вот этим средством. Я не знаю, как оно называется на русском языке. Это нечто, что подает под очень-очень хорошим напором воду и очищается все. И мне очень нравится смотреть, как черное превращается в белое буквально на глазах. Муж решил мне помочь, за что ему большое спасибо. Он решил сделать, что называется, ильпьюгросо, то есть то, что требует больше всего усилий. Хотя, повторюсь, при помощи вот такого небольшого аппарата, у меня аппарат средней мощности, это Керчер либо Керхер. Не знаю, как произносится на русском. Могу сказать, что отмывается все очень-очень хорошо. Нужно просто нажать на кнопку, стоишь и моешь в свое удовольствие. Повторюсь, это то, что я сама очень-очень люблю делать. Но своему мужу, конечно же, за помощь признательно. Пока мой муж очищал террасы, я стала мыть стекла. Сейчас я покажу и познакомлю вас со своим гаджетом, о котором, возможно, рассказывала, но который не показывала так тщательно, как покажу сейчас. Это тоже Керчер либо Керхер, который помогает мне мыть стекла. Могу сказать, что он будет вам полезен только в одном случае, если у вас большие окна, либо большое количество окон. Потому что приобретать его только для того, чтобы мыть душевую кабину, либо окна несколько раз в год я бы не стала. Ну что ж, вот такое устройство, достаточно легкое. Оно тяжелеет тем больше, чем больше собирает воды. Работает как пылесос, который может собрать излишнюю воду со стеклянных поверхностей. Я при помощи этого прибора собираю также воду, когда я мою не только вертикальные, но и горизонтальные поверхности стекла. Это достаточно удобно, хотя вы должны знать, что не работает это средство как пылесос. То есть этот гаджет предназначен для сбора воды, никак не для сбора пыли. И более того, для сбора достаточно чистой воды. То есть если вода очень загрязнена, вы тоже испортите прибор, если будете собирать. Имеются две резинки. На самом деле этот прибор работает очень просто. Он работает как электрическая версия сгона для воды. И очень легко собирается, очень легок в эксплуатации. Более того, хочу сказать, что мне этот гаджет очень нравится также и тем, что он однажды, будучи заряженным, сохраняет зарядку на протяжении полугода. Но, конечно же, если вы не пользуетесь. То есть он не разряжается просто от того, что он остается неиспользованным. Это очень-очень удобно. И зарядки хватает на достаточно большое количество работы. Все зависит, конечно же, от того, насколько большие окна и насколько большую поверхность вы будете обрабатывать. Но, в принципе, на мою квартиру мне хватает на то, чтобы помыть окна одной зарядки. Если я мою окна и лестницу, то необходимо подзарядить. Гаджет очень прост в эксплуатации, очень прост в уходе. Он очень легко разбирается. Я даже не буду показывать на камеру, насколько просто, потому что даже человек, который не любит читать инструкции, справится. Мой заклеен скотчем, потому что сразу, как я его купила, так получилось, что по ошибке выбросила крышку, которая закрывала резервуар с грязной водой. Ну что ж, работа идет полным ходом. Я выхожу на террасу, не могу не похвастаться своим, да всем, всем, чем можно похвастаться. Сейчас вам похвастаюсь. И я приступаю к тому, что я просто чищу горшки. Это одно удовольствие, повторюсь, видеть, как грязь уходит. Могу сказать, что, безусловно, этот гаджет очень и очень эффективен для плитки. Если вы имеете террасу, если вы имеете балкон, если вы имеете дом загородный, который нужно чистить. Очень хорошо видно на видео, как грязная вода уходит. Изначально там никакой воды, конечно же, не имеется. Это именно грязь, которая под напором удаляется с поверхности плитки. Безусловно, этот гаджет очень полезен. Можно ли мыть машину этим прибором? В принципе, да. Единственное, что для машины у этой же фирмы есть более сильная линейка. Ну что ж, пожалуйста, пример того, что особо умных их работа, в общем-то, любит. Я сначала помыла стекла своим сгончиком для воды электрическим. А потом муж, проходя мимо, решил, что стекла, в общем-то, еще недостаточно чистые. Снова их обработал водой, которая выдается под напором. Могу сказать, что очень-очень эффективно чистятся стекла, действительно. Ну что ж, мне остается самая неприятная работа. Это согнать воду вот таким образом. И потом собрать всю грязь. Это можно сделать вручную при помощи самой обычной огромной-огромной тряпки. Но я позову на помощь другой свой гаджет. На сегодня это третий гаджет, который помогает мне в уборке. Это мой любимый Филипс. Это электрическая швабра. Если вдруг Филипс решит со мной посотрудничать, я готова. Присылайте мне бесплатно подобную электрическую швабру. Я покажу, как ею пользоваться. Потому что это действительно гаджет, который очень-очень облегчает мне жизнь. Мне просто изменил мою жизнь каждодневную, пока дети были маленькие. Когда приходилось часто после, прежде всего после еды, каждый раз чистить поверхность пола под столом. Потому что крошки падают. Часто там образуется некое месиво, которое нельзя запылесосить. Ну и забыла сказать, забыла похвастаться, что для этой процедуры подходят, конечно же, подходят сапоги. Резиновые гучи, обязательно гучи. Иначе пол будет не очень чистый. Ну что ж, терраса постепенно приобретает тот вид, который она должна приобрести. Я же перебираюсь при помощи мужа на другую сторону террасы. Потому что там еще очень-очень много объектов, которые необходимо почистить. С этого ракурса, конечно, ноги какие-то у меня коротковатые и толстоватые. Но ладно, расскажу, что я делаю дальше. Я, ну что я делаю дальше? Да все очевидно, я чищу стол, пространство под столом. Ну и также стул. И это доставляет мне какую-то огромную радость. Прямо-таки вы не представляете, насколько грязная эта мебель. В эти небольшие отверстия постоянно что-то сбивается, что-то попадает. И, конечно же, ну конечно же, видеть, что все это становится чисто моментально. Очень и очень приятно. Кстати, многие думают, что я люблю сумки, браслеты, красное пальто. Нет, я очень-очень люблю вот так вот выйти и поработать, почистить, что-нибудь убраться. Это прямо-таки мое любимое занятие. Хотя нет, больше чем заниматься уборкой, все-таки я люблю смотреть, как уборкой занимается мой муж. Вот это действительно доставляет мне радость, некий релакс, релакс выходного дня. И сегодня, кстати, 23 февраля, конечно же, пользуясь случаем, не могу не поздравить всех своих зрителей и мужчин с 23 февраля. Итак, финальный аккорд по поверхности, по поверхности стола. Кстати, если вы будете работать вот таким прибором, странно звучит, вот таким прибором, но тем не менее, что струя направляется и сначала обрабатываются самые нижние грязные поверхности. Потому что, если мы будем делать наоборот, как казалось бы, более логично, то есть сначала помыть стол, потом помыть стулья и только потом грязную поверхность, допустим, пола, как в моем случае, то мы получим снова брызги на чистых вазах, на чистых ножках стульев, либо на чистом даже столе. Потому что очень сильный напор воды и достаточно небольшого неловкого движения, когда брызги летят сразу же вверх. И очень часто эти брызги грязные. Ну что ж, добавим немного музыки, потому что ничто не расслабляет нас всех так сильно, либо большинство из нас, да, небольшой пинок нужен даже Филлипсу, чтобы он хорошо работал. Таким образом я выливаю грязную воду, таким образом выливается вообще грязная вода из этой швабры. Все очень и очень удобно. Так вот, хорошая расслабляющая музыка, потому что смотреть на то, как кто-то работает, это действительно очень увлекательно. Именно этому я научилась здесь в Италии, много раз рассказывала, что если копает эскаватор, скорее всего 2-3 человека остановятся и будут достаточно долго смотреть на то, как копает эскаватор. Ну а если происходит что-то более интересное, то прямо-таки собирается большое количество людей, которые смотрят на то, как кто-то работает. Предыдущая музыка показалась мне не очень подходящей для этого расслабляющего видео, и я ее поменяла. На самом деле предыдущая мелодия была скачана для стритстайла, воскресного стритстайла, отснятого 2 недели назад до коронавируса. Так, небольшой пинок нужен, нужен, чтобы помочь Филлипсу и дальше собирать грязную воду. И могу сказать, что видео получилось интересным, видео получилось красивым. Если вам нравится стритстайл, обязательно посмотрите. Ну что ж, 2,5 минуты. День и часа уборки, которые уместились, 10-минутное видео подходят к концу. К сожалению, терраса не приобретает тот вид, который она должна в итоге приобрести, потому что необходимо, чтобы все высохло, и необходимо будет еще раз мне помыть полы. Потом мы выложим подушки на диван, и возможно, в ближайший день, когда будет солнце, мы сможем все вместе уже этой террасой воспользоваться, и прежде всего все вместе, когда дети дома. А сейчас у нас как раз-таки карнавальные каникулы, мы сможем за столом первый раз пообедать. Поздравляю всех с началом весны. Для нас открытие терраса всегда означает начало весны. Желаю вам быстрых уборок. Помните, что уборка – это прежде всего способ контролировать пространство вокруг вас и добиваться того, чтобы все было именно так, как вам нравится, и как вам здесь и сейчас удобно. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!